Я буду сейчас модерировать сам себя, поэтому первый доклад мы начинаем. И этот доклад называется «Опыт применения инструментов грибкого образования в информационных технологиях». Я на самом деле занимаюсь серьезными вещами. 25 лет пишу компиляторы, 25 лет учу студентов. Сейчас, как мне всего прочего, продаю суперкомпьютеры. Но, тем не менее, я считаю, что образовательная компонента всегда была и составляет существенную часть моей активности. Вот следующий слайд, он для тех, кто понимает его семантику, конечно, довольно неполиткорректен. Обратите внимание, сотворение Адама справа – Бог, слева – пробуждающийся Адам. И вот у меня ассоциации как раз с IT-индустрией – это некоторый Бог. Ну а вот с лузовским образованием, что происходит, мы сегодня, конечно, с вами пообсуждаем, в том числе и в моем докладе. Мы будем говорить о том, что же такое история образования, с моей точки зрения, в первую очередь, конечно, IT-образование, о собственных инструментах гибкого образования и о том, как их применять для некоторых целей, которые очень полезны и нужны, соответственно, всем нам. Краткая история образования древнейших веков. Ну, когда-то было ремесленное образование, наставничество в средние века, когда были ученики, были подмастерья, были мастера. И, собственно, мастер передавал, ну, практически один на один знания своим подмастерьям, подмастерьям ученикам. Все было довольно камерно, кулуарно. Шло время, где-то 17 век, европейское вузовское образование, когда появилась уже необходимость массово передавать научные знания, соответственно, большому количеству слушателей. Понятно, что и то, и то образование, оно достаточно интересно, достаточно полезно. И особенность-то вот в чем, что как бы попытаться, ну, вот, если мы первый вид рассматриваем как тезис, второй как антитезис, что же выглядит как синтез. Вот с моей точки зрения, как раз синтез это и есть гибкое образование, которое я, на самом деле, оно нам знакомо тоже давно. Более точно, я бы сказал, что вот таким классическим представителем гибкообразования являются базовые кафедры. Ну, а у многих базовые кафедры ассоциируются, конечно, с замечательным Московским физико-технологическим институтом, ФТИ. И, собственно, вот если бы вы меня спросили, как выглядит определение парадигмы гибкого образования, я бы сказал, что это, в общем-то, ну, тут много от самого образования терминологии, передачи IT-культуры, инструменты, мероприятия, процессов. Кстати, на самом деле, наверное, сегодня, да и вчера с какого-то момента, самый цитируемый автор вчерашнего дня, это, конечно, Левенчук. Я тоже его буду, наверное, несколько раз упоминать. Вот. Соответственно, позволяющий как можно быстрее адаптировать образование к нужным реальных потребностей IT-индустрии. И вот как раз попытка осознать, что же, как же сделать так, как решить ту проблему, когда, закон Мура, помните, полтора-два года, соответственно, значит, что-то там у них новенькое в два раза, там, соответственно, счастье. А что, значит, есть шуточная переформулировка закона Мура для тех, кто находится в IT-сфере. Каждые полтора-два года их, собственно, знания наполовину устаревают. Поэтому постоянное обучение, непрерывное обучение, это то, что, вот, собственно, для чего нам и нужно это гибкое образование. Понятно, что для того, чтобы каким-то образом все это отследить, нам нужно все эти инструменты попытаться, ну, расклассифицировать системно по полочкам. Я предлагаю такие измерения. Значит, соответственно, тут вот получается, что этим лазерной указкой нельзя сюда тыкать. Значит, буду тыкать стучалкой. Соответственно, длительность краткая, разовая, среднесрочная и долгосрочная. По территории, что немаловажно, IT-индустрия нейтральная или ВУЗа. И самое интересное, что, конечно, тут разномощные могут быть инструменты. Вот сейчас мы уже посмотрим на большой картинке, как это выглядит. Вот это все, на самом деле, ну, или скажу так, я аккуратно скажу, достаточно большое количество инструментов гибкого образования. И везде, обратите внимание, так или иначе присутствует IT-индустрия. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. Вот, смотрите, базовая кафедра. В классическом варианте, что это такое, вы понимаете, когда студенты, соответственно, наряду с представителями, учатся, как бы, формально и в ВУЗе, и одновременно на кафедре, которая представляется каким-то, какой-то индустрией. Будь то IT-индустрия, ну, есть там, на самом деле, разные кафедры. САА – это достаточно мощная структура, достаточно мощная организация. А вот преподаватель, отдельный взятый преподаватель, который, на самом деле, работает в IT-индустрии, и в то же время где-то преподает. А ведь, заметьте, что это просто-напросто, ну, как говорится, вырожденный случай базовой кафедры. Если он действует в интересах той IT-индустрии, которая, собственно, заинтересована, ну, во многих чертах эти черты мы еще посмотрим на следующем слайде, но если он заинтересован в этих чертах, то получается, что он фактически действительно представляет собой некую мини-кафедру. Ну, и можно сказать, что есть еще так называемые почти базовые кафедры, которые, ну, как бы формально не афишируют себя в этом, но в то же время на них работают преподаватели, которые представляют, ну, как правило, определенную организацию, определенное там предприятие, определенную часть индустрии. Ну, и то же самое можно сказать про любые другие клеточки. Вот здесь, на самом деле, иногда появляются интересные слова. То, что конкурс Олимпиады, вы, наверное, прекрасно знаете, что это такое. Научный слэм – это как раз необходимость и возможность ввести как студентов, так и достаточно широкую аудиторию, познакомить их, соответственно, с какими-то современными научными достижениями. Вот вчера вечером, собственно, на территории Московского главного телеграфа проходил научный слэм, в котором четыре профессора рубились между собой о том, как применять суперкомпьютеры в их предметных областях. Причем области были в диапазоне от микромира, когда там они геном, собственно, нарубали аккуратненько, до, собственно, столкновения галактик. И все, и для этого, собственно, требовались суперкомпьютеры. А этому тоже нужно, как говорится, учить. И вводить людей сюда можно, например, даже через вот такую вещь, как научные слэмы. Антитренинг – очень интересное название. Многие просто даже воспринимают его как-то так немножко неожиданно. Что такое антитренинг, да? Обычно тренинг – это когда приходит гуру, профессор и начинает учить. Антитренинг – когда собираются слушатели, умные, продвинутые, но в то же время хотящие развиваться, и под руководством тренера или ментора обмениваются знаниями и создают некое новое знание. Вот на самом деле, на моем опыте, этот механизм обучения, он тоже себя достаточно хорошо зарекомендовал. Теперь, зачем же нужны IT-университеты, зачем же нужно IT-обучение, собственно, IT-индустрии? Вот этот слайд на самом деле краткое объяснение. Работая во многих IT-компаниях, я, в общем-то, понял, что большинство из них заинтересовано, ну, скажем так, от университетской экосистемы в талантах, то есть в кадрах, в том, чтобы обучить тем инструментам, которые, собственно, IT-индустрия создает, будь то суперские компиляторы, продвижение, ну, в том, чтобы студенты прониклись этими компиляторами, и это стало, как говорится, неотъемлемой частью их культурной IT-жизни, и, естественно, немаловажная часть – это совместные исследования в интересах IT-индустрии, которые позволяют, ну, так или иначе, какие-то прорывные направления, какие-то вещи исследовать, анализировать и далее, вот, собственно, принимать какие-то верные решения с точки зрения IT-индустрии. И вот мне бы хотелось теперь, вы помните предыдущий слайд, там была классификация, вы помните, соответственно, значит, знаете следующий, видите этот слайд, это, собственно, области интересов, и теперь давайте посмотрим одну из конкретных областей. Моя любимая область – это, конечно, суперкомпьютерами, которые, как вы поняли, я уже занимаюсь четверть века. Мы сейчас быстренько пробежимся, что там хорошего, что, как говорится, сложного, и далее посмотрим, как вот эту схему мы можем применять, ну, хотя бы вот для двух направлений, достаточно быстро. Итак, обучение разработки ПО для суперкомпьютера, для области HPC. Не все так просто, хотя на самом деле, вот, достаточно интересно понимать, вот, опять же, Левенчук, да, системы, подсистемы, надсистемы. Соответственно, значит, вот, если мы говорим о том, что суперкомпьютеры часто применяются для решения каких-то там супермасштабных задач, то один из простейших примеров, как их можно применять для жизни, пожалуйста, Южноуральский госуниверситет, девушки с кафедры информатики объединились с кафедрой легкой промышленности и для себя индивидуальные платьишки, например, создают. Если мы говорим о том, что что нужно учитывать, то тут очень много областей. Вот мы вместе с моим коллегом из Московского государственного университета очень любим рассматривать и рисовать вот такие картинки. Веселые картинки, которые, на самом деле, там по одной строке количество там ядер, по другой строке количество матриц, которые, размерность матрицы, которые мы перемножаем на этих ядрах. И на самом деле, конечно, самое интересное вот эти выпуклости. Почему? В какой момент происходит? Вот, казалось бы, да, ну, мы ожидаем что-то линейное, да, а тут вдруг неожиданно холмики такие. Ну вот, собственно, это прекрасный инструмент для, прекрасная область для анализа, прекрасная область для понимания, то есть во всем этом нужно разбираться. Что еще выпадает от рассмотрения? Довольно много. Изучение общих моделей, вопросов переносимости, методик управления как данными, так и вычислениями. Все вот это солверы, но очень часто их включают только, ну, как минимум, в инженерное образование. Более того, на самом деле, вот мы, опять же, со многими университетами пытались разобраться, кого и чему нужно учить. Вот начинающийся разработчик софта, учащийся в вуза, как правило, создает что-то новое, но ему это интересно, или дописывает, или улучшает существующее. Ну, во многих компаниях крупных есть опытные профессионалы, инженеры, пользователи, которым нужны уже существующие пакеты, которые, в принципе, они, на самом деле, иногда дописывают, а иногда переносят на новые архитектуры. Появляется новое поколение Intel Xeon Phi, K&L, например, вот они туда его и переносят. И еще одна немаловажная задача. Вот студентов, чему нужно учить обязательно. Есть различные области, есть различные предметные, есть различные архитектуры, и каков тот замечательный путь, когда мы идем от этих областей к этим архитектурам. Ведь помните старые добрые времена, когда мы, в общем-то, наши персоналки, как говорится, покупая, задумывались над тем, какие задачи они будут решать. Естественно, не менее важно подбирать и те суперкомпьютеры, которые нужны для решения конкретных задач. Вот на молодежной школе, суперкомпьютерной академии МГУ ежегодной, мы решаем вот как раз эти задачи, проходя вот все вот эти пути и анализируя все то, что вот есть вот в этих различных прямоугольничках. Теперь, вот как обучать разработке повод для HPC, какие обычно, по моему опыту, инструменты подходят для этого в вузах, ну, для студентов наиболее идеально. Естественно, молодежные школы, которые часто проводятся на территории вузов. Огромное количество вузов их проводит. Молодежные школы, которые проводятся на территории IT-индустрии, например, в Нижнем Новгороде Intel их называют курсы Дельта, но это те же самые молодежные школы. Дельта, кстати, почему? Чтобы ликвидировать ту Дельту разницу между тому, что учат вузи, и тем, что нужно IT-индустрии. Летняя интернатура тоже как вариант. Ну и антиуниверситет, это для продвинутых уже, для тех, кто вот понимает и готов обучать друг другу. Ну и, естественно, базовые кафедры для тех случаев, когда это нужно, и учебные центры, когда это возможно. И еще один момент, как искать таланты. Вот смотрите, тут очень много вариантов. С одной стороны, мы должны учитывать многофакторность. Компания, город и уровень ожидаемых студентов высокий, количество небольшое, затраты высокие. Ну, я не буду задавать вопросы, у меня уже осталась одна минута, поэтому я сразу подсказываю правильный ответ. Опять же, исходя из опыта конкретных компаний. Базовая кафедра. Очень, очень, очень неплохо. Компания другая, город другой, уровень высокий, количество небольшое, но не имеет возможности эти компании, это компания выдавать большие вложения. Что делает эта компания? Она выбирает засланца, преподавателя, засылает его, соответственно, в ВУЗ, и он там учит и подтягивает себе студентов. Ну, коварно немножко, но что делать? И, соответственно, если еще один вариант, компания уровень средний, количество большой, затраты средний, вот, собственно, предложение такое. Построить некий разумный пайплайн. Студенческие лаборатории, где студенты получают возможность в свободное время работать и учиться. Летняя интернатура два месяца летом. И, собственно, полноценная интернатура, которую, соответственно, мы обучаем и которую мы, соответственно, ведем уже в рамках компании. Ну вот, если говорить про лидирующую роль IT-индустрии, а я пытаюсь во многих моих выступлениях говорить, что именно так и должно быть, то, соответственно, я напомню очень простой пример. Когда, вот с точки зрения, когда у нас есть карта технологий для полупроводниковой промышленности, когда нам просто вот индустрия диктует науке, диктует образованию, что нам нужно вот это, 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 быстренько сделайте, быстренько научите. Ну, в общем-то, на самом деле и в других IT-областях такое есть. Спасибо большое. У меня есть какое-то время еще на вопросы, ответы. Вот, вижу руку, вот этот замечательный кубик. Докинете? А, вы понесете. А, в него надо говорить, да? Класс. Да, Игорь, спасибо большое. У меня два вопроса. Вопрос первый. Помимо МФТИ, из-за каких примеров успешных базовых кафедр вы можете привести, да? И второй вопрос. У вас, ну, вы говорили, что затраты на базовые кафедры они достаточно высокие. Из чего они складываются? Да, что в это понятие вкладывается? Спасибо. Спасибо. На самом деле базовых кафедр достаточно много в различных вузах. Это, вот, вы хотите ответить за меня, нет? Нет, нет, я так идуду. А, я уже думал, вы отвечать будете, Андрей Николаевич. Спасибо. Значит, на самом деле базовых кафедр достаточно много. Московский авиационный институт, там прекрасные базовые кафедры. Знаю, что есть базовые кафедры, ну, сразу переходим там в регионы, Саратов, там некоторые вузы. Соответственно, значит, все очень просто. Те отрасли промышленности, действительно, которые заинтересованы в высококачественных студентах, те достаточно легко связываются с вузами, ну, как правило, уже на базе все-таки тех вузов, у которых есть вот эта школа. То есть, если посмотреть по России, их достаточно много, есть такая замечательная конференция «Айти в образовании». Я там однажды вел одну секцию, и там из пяти докладов, четыре было по базовым кафедрам, которые есть в различных университетах России. Вы можете просто потом ко мне подойти, я постараюсь ссылочки дать. Что касается расходов, то тут нужно учитывать, что вузы, конечно, требуют каких-то партнерских ожиданий от IT-индустрии. Цифры, извините, вам не скажу, хотя знаю некоторые из них. Ну, то есть, скажем так, в принципе, расходы, они достаточно существенные, с учетом того, опять же, что многие IT-компании еще и платят хорошие стипендии обычно тем студентам, которые на этих базовых кафедрах работают. То есть, на самом деле, все это перспективно, хорошо, удобно. Студентов небольшое количество, можно учить много чему полезному, но немножко дороговато. Ну, вот и организационно тоже немножко сложновато. Спасибо. У меня, скорее, замечание, но я хотел бы, чтобы ты его прокомментировал. Вот мне не нравится понятие базовой кафедры, причем сильно. Я массу примеров на политехии, там, академии пешеходов, в Машиностроении, БАМУНКО, в городе Ревты. То есть, это вообще отъем студентов, они вообще приходят в вуз, служат на физкультуру, на военную кафедру. А все остальное время они проводят на предприятиях, и, главное, вуз от этого ничего не получает. Ни новых технологий, ни расширения знаний преподавателей. То есть, все должно проходить в университете, вот в вузе. И вот мы ровно этим и занимаемся, я думаю, ты про это расскажешь. А так понятие базовой кафедры, когда студент уходит на предприятие, получил свой вуза, не видит, это кошмар, это плохо. Андрей Николаевич, вы сейчас выступали от имени профессора вуза или от имени директора компании? Какую роль вы играли? Половинку. Вот, то есть, не было разрыва мозга, когда вы это... Нет, да? На самом деле, если говорить серьезно, то Андрей Николаевич прав, но прав, с моей точки зрения, частично, потому что есть разные базовые кафедры. Но нельзя все равнять тоже. Вот я знаю, например, как это происходило в корпорации Intel, как действительно профессора, ведущие, соответственно, технологи, лучшие архитекторы-инженеры читали лекции, причем лекции такие, на которых мне самому было интересно по компиляторам и так далее. То есть... Это было именно на КМИ, они выиграли. Это мой пример, хороший. Ну, хорошо, в Москве тоже это вот пример на базе, собственно, Intel Московского. Вот, но тем не менее. То есть это, опять же, действительно несколько спорная тема, но мы-то стремимся к некоторому идеалу, к некоторой идеальной базовой кафедре, действительно, хорошее знание. Ну, а в любом случае, первые два года студенты погружаются, должны в хорошую математику, физику, базовые знания. Спасибо большое, я вижу, что мне уже показывают, что 0 минут. Я... Да.